Самая популярная программа 2022 года — это программа U4U. Давайте поговорим о перспективах и о правах, скажем так, что ждет украинцев, которые приехали по этой программе. Ну, как многие зрители уже знают, U4U — это была создана программа после TPS. Она была создана для того, чтобы люди с Украины могли переехать в Америку во время войны. Это временная программа, а в основном людям давали въезд на два года и разрешение на работу. И, как у многих, сейчас возникают вопросы, что им делать дальше. Правительство США сделало эту программу, и даже когда описывали эту программу, они сказали, что они считают, что много украинцев, или большинство даже, они писали, хотят поехать обратно к себе домой после закончания программы, после окончания войны. И поэтому эту программу сделали двух лет. В практике, наверное, это будет чуть-чуть по-другому, потому что многие из наших клиентов хотят и звонят, и хотят остаться тут, и ищут пути, как им остаться больше. Или больше, чем два года, или уже постоянно, как получить грин-карту. К сожалению, эта программа на сегодняшний день не имеет возможности получения грин-карты, кроме трех категорий. Одна не относится к нашим украинцам, это для кубанцев. Это как переделать, допустим, пароль на грин-карту. А две категории остаются. Это объединение семьи, это брак в основном, или если у людей есть родственники тут, или это политубежище, которое тоже позволяет подать документы за первый год пребывания в стране. Какие ваши прогнозы, перспективы на 2023 год, при том положении дел, которое сейчас мы имеем? Хороший вопрос. Можно начать с того, что я думаю, что TPS будет продлен тем, кто его получил? Потому что это для меня легче ответить. Это я практически уверен, что те, кто получил TPS, они смогут его продлить. Это начиная с самой хорошей новости, которую мы думаем. Остальное прогноз... На сегодняшний день пока программу не закрыли, мы, конечно, рекомендуем всем ее использовать. Ответы, разрешение получается за 2-3 недели. В рамках иммиграционной службы этого как бы не слышно о таких сроках, ни в каком деле, ни о чем другим. Поэтому я считаю, это очень хорошая программа. Проблема с этой программой в том, что у нас нет прецедента этой программы. Вот TPS у нас есть прецедент, поэтому нам легче сделать прогноз. С этой программой у нас нет. Эта программа в первый раз такая сделана. То есть моя надежда, я не знаю, или прогноз, правильное слово, но моя надежда, что этих людей, которые you for you, дадут шанс при октябре месяце, когда будет возможность продлить TPS тем, кто находится уже тут. Моя надежда, что дадут вот этим you for you возможность перейти на TPS. То есть что они сделают? Они передвинут дату. Вместо апреля 11-го, 22-го года они могут использовать какую-то будущую дату даже 23-го году. Допустим, может, август или сентябрь или даже октябрь. Сказать, что те, кто находился до октября, могут подать на TPS. Таким образом, вот эти люди, которые you for you находят, все смогут перейти на статус TPS. Сложнее предсказать, что будет с теми людьми, которые перешли по гуманитарному паролю. Потому что у них действительно сроки скоро подходят. Это февраль, это март этого года. Которые въехали через Мексику, им дали один год по паролю. Я надеюсь, что или этим людям дадут возможность подать на еще один год. Так как мы делаем с туристическими визами. Что мы можем подать на продление этого статуса. Я думаю, что это более реальная возможность, чем то, что им дадут TPS, допустим, в феврале или в марте. Конечно, возможно, что иммиграционная служба скажет, окей, мы TPS теперь даем тем, кто находился тут до февраля или до марта. И этих людей как бы подключат в эту кучу. Но тогда получается, иммиграционная служба очень медленно выносит какие-то решения, какие-то изменения. Даже вот эта программа U4U, война началась в феврале. У нас как бы U4U началась в мае, по-моему. Поэтому даже этот период, это несколько месяцев прошло, пока они приняли какое-то решение. Почему я не думаю, что будет TPS для этих людей в феврале, в марте? Потому что TPS все равно надо решать, что будет в октябре дальше для тех, кто уже получил TPS. То есть я не думаю, что иммиграционная служба будет как-то решать этот вопрос два раза в один год. Может, они действительно передвинут дату на февраль-март и тогда скажут тем в октябре месяце, у кого истекает TPS, что вот ваша новая дата, февраль-март 22 года или 23 года. И тогда уже все смогут и переделать TPS, и те, кто приехал по гуманитарному паролю, подойдут под эту шапку. Я думаю, что более практично то, что им дадут какое-то продление гуманитарного пароля в письменном виде на один год. Хорошо. Ну, будем надеяться, что это как-то решится, как с разрешением на работу неожиданно появилось это право работать 90 лет. Иногда мы получаем хорошие новости от иммиграционной службы, которых мы не ожидаем. Никто не ожидал, никто, я думаю, даже не имел никакой идеи, что вот они сами по себе дадут 90 дней людям, которые приезжают по этой программе. И они вынесли это решение. То есть все возможно, просто иммиграционная служба действует очень медленно и не всегда правильно или как мы хотим.